За это видео благодарите агента моего бусти под ником латунный холод. Большое тебе спасибо и от меня за щедрый донат, а теперь переходим к видео. Приветствую всех садоводов. Сегодня я составлю весьма своеобразный тирлист, а именно тирлист растений из первой части по сложности их выращивания в реальной жизни. Первую часть я выбрал из соображений хронометража, потому что во второй их уже несколько сотен, а тут всего 50, что в принципе тоже немало. Не то чтобы я считал себя прожженным самоваром в области сельского хозяйства, но хотя бы пораскинуть мыслями в этом русле, почему бы и нет. Условия просты. В самом низу будут находиться растения, наименее прихотливые к условиям жизни и прямоте рук садовода, а в самом верху те, что для успешной культивации потребуют едва ли не лабораторных условий, порой высших образований и желательно одобрения властей. С условиями разобрались, начинаем. Ветродуй. Клевер, на котором он основан, во-первых, не четырехлистный, а во-вторых, в сути своей обычная трава, которая во влажной почве всходит дней за 10. Д-тир. Качанопульта. Капуста это база, она есть на каждом первом огороде. Главное хотя бы иногда поливать и опрыскивать от насекомых, а так изи культура. Д-тир. Кактус. А вот тут уже сложнее. Надо понимать, что это не обычный комнатный кактус, который мы обычно видим на подоконниках или в доме ежика, а двух мотивометровый каргения. Хоть он и не требует регулярного полива и даже наоборот крайне негативно к нему относится, но ему нужна хорошо дренированная почва и температура 20-30 градусов по Цельсию и желательно на протяжении всего года. Я бы отнес его к А-тиру, но сделаю скидку на размеры, поскольку из 20 метров, до которых он потенциально может дорасти, нам нужно только два. Б-тир. Кашкамыш. Определенно А-тир. Саму кувшинку взрастить не очень-то просто, но подробнее о ней позже. Здесь же нам придется взять кошку, привязать к ее хвосту камыш и получившееся чудо усадить на воду. Все, кто хоть раз пытался помыть кошку, наверняка уже поняли, к чему это все может привести. Вишня. Кусты, на которых произрастают данные алые ягоды, потребуют некоторых усилий на этапе высаживания и базовый уход, но в целом ничего сложного. Цетир. Чемпер. Венерина мухоловка, взятая за его основу как тропическое растение, очень требовательна климату и обеспечить такой на постоянной основе под силом только реальным любителям. Грипп апокалипсиса. Просто и без комментариев. Создание оружия массового поражения процесс мало того, что суперсложный и наукоемкий, так еще и очень незаконный за пределами единичных случаев, в которые вы очень вряд ли впишетесь. Кукурузная пушка из той же клумбы. Кофейный боб. Растет только в тропиках, этим все сказано. Атир. Цветочный горшок. Гончарный круг, немного практики, вот он и горшок. Дымовик, а также пуфгрипп и трусогрипп. По внешнему виду они больше всего похожи на так называемую императорскую паутину. Вид грибов, которые обитают в Австралии, а это уже не меньше, чем бетир. Но будем честны, выращивание даже тыков или арбузов в огородах Сибири в теплицах явление может и не массовое, и весьма своеобразное, но в целом реальное, и представить такое можно, проверял лично. Но вот так вот сходу начать выращивать грибы, сомневаюсь, что кто-то из вас хотя бы представляет, как такое выглядит. Вскидку делаю на то, что грибы сами по себе не очень требовательны и растут довольно быстро. Чеснок. Легчайший Д-тир. Горохомет, или как его назвал ЧАДЖПТ, оружие массового уничтожения, отправляется в одну суповую кастрюлю с грибом апокалипсиса. Не, вырастить сам горох дело не хитрое, но вот прилопатить к нему пулемет, отправить на войну и добиться его выживания, это верх инженерного искусства. Заслуженный С-тир. Мракогрипп. Дымовик, прошедший генную модификацию. А-тир. Золотая подкоба выглядит так, будто он пытается меня подкупить, хотя в основании мы видим самую обычную полынь. С-тир. Могилоед. Просто сорняк, который растет сам по себе. Следовательно, Д-тир. Гипногрипп. Сильнейший галлюциноген, который порабощает целые народы. Выращивание такой дичи, мало того, что наверняка супер незаконно, так еще и найти первые образцы. Руководство по использованию и спецоборудование, задача не самая тривиальная, и даже на старте наверняка вызовет немало проблем. Безоговорочный С-тир. Ледогрипп. Фандом больше всего склоняется к версии, что он основан на так называемом сине-зеленом анисовом грибе. От обычных грибов его отличает то, что потенциальный грибник должен быть особенно внимательен к выверенной низкой температуре, а также времени созревания, потому что иначе имеется риск перепутать его с ядовитыми грибами, которые имеют схожий вид ареал обитания. Отправляйся в А-тир. Имитатор. Любопытно, что самое сальное универсальное растение имеет самую простую основу, а именно картофельку ему самое место в Д-тире. Острый перец. Придется повозиться, но в целом изем. Кукуруза пульта А-тир. Требует ультрамного воды, ультрамного солнца и тепла и ультрамного места. Грохострел. Д-тир. Выращивается быстро и легко. Посади семена, воткни палки, на которые он сможет подвязаться и дело в шарфе. Кувшинка. Вот и настало время заветной кувшинки. Несмотря на, казалось бы, удивительную скорость распространения на забытых водоемах, они очень требовательны конкретным условиям и очень чувствительны к любым изменениям. Им нужны высокая влажность воздуха, почти полное отсутствие течения, не говоря о том, что им в принципе нужен водоем. Богатая разными вкусняхами почва и умеренная температура. Если хоть одна переменная выбита из уравнения, они сгинут так же быстро, как плодились при их соблюдении. Впрочем, такие усилия позволяют жить целой популяции, что снижает стоимость каждого отдельного экземпляра. Б-тир. Гриб-магнит. С ним ситуация и несколько иная. В его основе лежит именно гриб, да и ведра с лестницами, которые он затягивает, будут явно потяжелее монет. Следовательно, ему нужно больше минералов, которые ему кто-то должен предоставить. Золотая ромашка. Не ведитесь на эту добрую улыбку, этот паразит растет везде, откуда не вырывают. Д-тир. Арбуза-пульта. Даже в зонах среднего климата за одно лето в небольшой теплице вырастить арбуз вполне реально. Может на гигантов Абхазии рассчитывать не стоит, но какой-нибудь небольшой огонек вполне себе. И получившееся чудо можно будет даже есть самому, а не выбрасывать сразу. Куст-фонарь. Я долго думал, как его расценивать. С одной стороны, это вырезанный из дерева фонарь. С другой, он может быть основан на физалисе, также известном как китайский фонарик, который является декоративным растением из специализированных цветочных лавок. Впрочем, с третьей стороны, обе версии тянут на уверенный Б-тир. Картофельная мина. Эта умилительная мина и хорошо знакома каждому, у кого есть дача или огород. Выращивается относительно быстро и легко, куда бы ни воткнули. 100% Д-тир. Тыква по сути тот же арбуз, только с осенним скином. Повторитель. То, что ты требуешь чуть больше минеральных удобрений для большей урожайности и поход к парикмахеру в моем тире тебя не поднимет. Морегриб. В его основе лежит хруплянководная, он же гриб-подводник. И поверьте на слово, вы устанете еще на этапе прочтения его условий жизни. Согласно Вике, на всей планете известно всего одно место его обитания. Это верхнее течение реки Рок в штате Орегон, США. Кому интересно, поставьте на паузу и прочитайте. Остальным вкратце скажу, что вам потребуется целая лаборатория, чтобы вот это вот культивировать. Бесспорный А-тир. Снежный горох. В интернете я откопал сведения о том, что снежный горох это реальный подвид гороха, который отличается от обычного тем, что его надо возделывать в прохладное время года. А именно весной или даже зимой, что ставит его в Б-тир. Колючки. Снова де-факто мусорное растение, которое отправляется в Д-тир. Каменные колючки. Этот подвид уже потребует поработать руками, потому что простые колючки надо будет покрыть бетоном. Посему Ц-тир. Сиамский горох. Вообще, наличие двух и более голов это веская причина ставить растение минимум на одну ступень выше обычной версии, так как это либо потребует особых усилий, либо элементы удачи, что в обоих случаях усложняет задачу. Кабачок. Гигантские кабачки, запытые на грязке, которыми горе-фермеры потом заваливают все, кого не лень, это уже народный мем. Д-тир. Звездоплод. Основан на одноименном растении из реальной жизни, также известном как Карамбала. Растет только в тропическом климате, без исключений. А-тир. Солнцегрип. Больше всего своим внешним видом он напоминает чешу-четку золотистую. В плане прихотливости его прототип мало чем отличается от обычного шампиньона. Нередки случаи, когда его замечают даже рядом с крапивой. Я поставлю его в С-тир только потому, что целенаправленно растить грибы просто заморочно. Подсолнух. Легчайший Д-тир. Высокий орех. Благодаря глобализации грецкий орех считается нами едва ли не таким же родным, как простая морковь. Хотя вообще-то его оффынарять как сложно выращивать. Во-первых, первые плоды идут лишь на десятый год от посадки. А до тех пор ему нужны стабильное тепло не ниже 30 градусов Цельсия, тщательный уход вплоть до непрямого массажа корешков и полное отсутствие соседей по земле. Однозначный А-тир. Его малый собрат идет туда же. Водоросли. Несмотря на экзотическое происхождение, похожие водоросли можно вырастить даже в бутылке. Не очень интуитивно, но окей. С-тир. Три стрел. Три головы, тройная возня. С-тир. Пень-факир. С современными-то вырубками лесов нет никаких проблем найти подсохший пенек подходящего размера и поджечь. Д-тир. Двойной подсолнух. Ситуация та же, что и с горохом. С-тир. Пальма-зонтик. Вы хоть где-нибудь видели пальмы за пределами их родной Африки? Вот и я не видел. А-тир. На Копаточа не смотрим, он уникальный случай. Морозный арбуз. Арбузы особой низкой температурной выдержки это удел настоящих профи. Нормисам советую даже не пытаться. А-тир. Вот такой вот три листа у нас получился. Пиши, что думаешь об этом в комментариях. Ставь лайк, если понравилось видео. Всем удачи и мечтайте об электроовцах.